Я заинтересован в объективном рассмотрении, потому что то, что я не предъявляю, для меня это полная новость. Так бывшему руководителю Приволжского управления Ростехнадзора Борису Петрову инкриминируют получение взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в 2019 году подозреваемый с помощью посредника, на тот момент руководитель Челнинского территориального отдела Ростехнадзора Ринат Хакимова, получил взятку в 1 миллион 400 тысяч рублей. Петров Борис Германович занимает должность руководителя Приволжского управления Ростехнадзора. С целью получения взятки от представителя организации ООО «Энергоинжиниринг» разработал и применил преступную схему, которую вовлек своих подчиненных. В частности, Петрову было выполнено следующее. Заведомо зная о том, что организация ООО «Энергоинжиниринг» выполняет подрядные работы на объекте заказчика на заводе ООО «Хайер» в лондре машины «Русгорода» на обеденной Челны, дал своим подчиненным указания на всяческие воспрепятственные данные организации в получении разрешения на автоэлектроустановки в эксплуатацию. Борис Петров, который в минувшем году покинул Ростехнадзор, свою вину отрицает. Я не знаю эти организации, которые называют, просто не знаю. И никаких указаний, как выдавать, так и не выдавать, я не давал, потому что сам порядок не предусматривает мое участие. Следствие при поддержке прокуратуры просило взять Бориса Петрова под стражу. Находясь на свободе, Петров может продолжать заниматься преступной деятельностью, воспрепятствовать предварительному расследованию, а также скрыться от органов предварительного расследования и суда. Защита подсудимого с этим не согласилась. «Прошу возле теремии кадатра следователя отказать. В случае, если суд посчитает необходимо избрать меру пресечения, прошу суд избрать меру пресечения в виде домашнего ареста с возможностью общения с детьми, посещения медицинских учреждений». Адвокаты указали и на плохое самочувствие клиента. «В настоящее время я прошу вызвать скорую помощь, связи с тем, что у меня очень плохое самочувствие, а также связи с проверкой его самочувствия». «Когда я выезжал из следственного изолятора, мне измерили давление, оно было 215. Чувствую себя я плохо, если можно измерить давление». «Вы можете продолжить сидеть?» «Я вам разрешил уже сидеть, отвечать на вопросы». «Да, я готов сидеть». В итоге слушание продолжилось, и судья огласил меру пресечения. «Такая мера пресечения, как задержание под стражей, может быть принята в исключительных случаях и при наличии достаточных отставаний, прямо указанных в законе, находит в ходу последовательства под званием меры пресечения и заключения под стражей в отношении Петрова необоснованным и подлежащим оставлению без удовлетворения. Вместе с тем, судья учитывает социальную опасность преступления, в совершении которого подозревается Петров. Наступившие последствия – риск воспрепятствования производства по делу данной личности подозреваемый приходит к выводу о необходимости избрания в отношении него меры пресечения и домашнего ареста». В итоге под домашним арестом Борис Петров будет до 1 мая этого года. Прокуратура уже собирается обжаловать решение суда. Сторона защиты пока не определилась. «Довольны решением суда?» «Нет, обдумаем пока еще». «Будете обжаловать?» «Вот мы, я сказала, уже мы обдумаем». Отметим, что по 290-й статье Уголовного кодекса Борису Петрову грозит до 15 лет лишения свободы, а также штраф до 100 миллионов рублей. Дмитрий Ариин, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани. 5705-100.